Очень важный вопрос. Анна, грудь своя. Он очень агрессивный человек. Все прощают. А ты где сегодня была? А, ясно. А где я? Я тебе не скажу. А, меня не боишься. Хорошо. Чмошники попадались, ну, как бы всем наверняка. Доброе утро, мои дорогие. Здравствуйте. Сегодня у нас будут ответы на самые горячие вопросы по сексу, отношениям и женским оргазмам. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, какую литературу можно почитать про правильное выстраивание личных границ на английском языке? Как это? Ага. Boundaries, personal boundaries. Это как звучит на английском языке. Конкретную литературу не подскажу, потому что получил этот вопрос только пять минут назад. У меня не было возможности. И я вам скажу честно, литература разная очень много. Для того, чтобы дать совет, ее нужно всю перечитать. Вот. Поэтому, что касается книг, читайте сами, ищите сами, берите превью, да, если есть summary, купите сначала summary, ну, как бы, сжатая пересказка. Почитайте, насколько вам резонирует подход автора. Но потому что даже по сексологии, да, я в своей книге описываю 17 видов женского оргазма. А есть сексологи, которые говорят, женский оргазм один, клиторальный, больше девушки ничего нет. Ну, что за бред? Есть точка G, есть маточный оргазм, и так далее. Поэтому это все, конечно, тоже нужно учитывать. Ищите своего спикера. Очень важный вопрос. Анна, грудь своя, очень красивая. Да, своя, и своя тоже может быть очень красивая. Ела много капусты в детстве. Второй вопрос. Навязчивость мужчины в самом начале общения. О чем говорит? Постоянно пишет, забрасывает вопросами, даже не дожидаясь ответов на предыдущие, ищет возможности встретиться. Нарушает твои личные границы, явно хочет войти в созависимость с тобой. Он сейчас твой преследователь, да, по треугольнику Карпмана жертва, агрессор, преследователь и как бы спасатель, мать Тереза. Три есть вида человека, да, в нездоровых отношениях. Сейчас он как бы преследователь, но под маской такого влюбленного. Если ты его отошьешь, будет жертва, несчастный такой, да. Как только у тебя будет проблема, он такой спасатель. Знаешь, это мужчина, который через весь город полетит, тебе пакеты подносить. Ну, как бы перебор, да. Ну, как бы, знаете, это уже не романтизм, это уже такая шизофинизм. Так, ну, понятно, да. Когда мужчина в самом начале общения навязчив, есть очень большая вероятность того, что на самом деле он очень агрессивный человек. Ну, вот прям... I'm sorry, но к бабке не ходи. У меня в жизни такое тоже было, я вам скажу, до того, как я прям стала таким экспертом, психологом, да, парни, мужчины, которые прям пылико сдували, прям все в магазине тебе скупали, прям ради тебя рубашку порвет, все лучшее тебе только для тебя, ты принцесса, на руках тебя носят. Все прощаю, ты с ними хоть видись, вот хоть ты упейся в сопельке, да, либо там, не знаю, веди себя некорректно, все прощают, всегда тебе... Ты идеальна, ты идеальна, ты идеальна. Только для того, чтобы флипануть. Флип – это switch, это перевертыш. Переворачивает свою медаль, и агрессия, доминация, такая агрессивная доминация, то есть он, это преследователь, это всегда преследователь. Это тоже абьюзер, абьюзерские отношения так начинаются. Когда человек себя очень сильно тебе навязывает, тоже это говорит о том, что на самом деле он, так как он человек по натуре плохой, агрессор там и так далее, ему нужно тебя завоевать как можно скорее, чтобы ты начала ему доверять, влюбилась, и потом он может включать абьюзера, и он типа, а ты уже будешь думать, ну нет, это же не может быть, ведь он такой хороший, а помнишь там в начале, он меня любил, и так далее. Так, противоположная ситуация. Мужчина держит общение достаточно дистанционно, встречи назначает, но всегда интересуется планами на день распорядка в моей жизни. Тоже агрессор, преследователь, тебя окружает один и тот же тип мужчин в разном проявлении. Смотрите, когда мужчина такой, типа, держит тебя на расстоянии, это нарциссизм. Нарциссизм – это тот же абьюзер, домашнее насилие делает нарциссы. Когда он тебя держит на расстоянии, он типа доминирует тобой, он управляет тобой, это манипуляция, это тоже агрессор-преследователь, просто еще в неразвернутой форме, либо в таком проявлении и останется, может быть, навсегда. При этом он интересуется планами распорядка в моей жизни. Он включает контролера, агрессор, доминант, контролер, это все один и тот же человек. А ты где сегодня была? А где я? Я тебе не скажу. Ты что? Понимаешь? Он ставит себя намного выше тебя. Это то, что… И дальше читаем вопрос девушки. В первом случае, когда преследует, сильно навязывается мужчина, проходит внутреннее отторжение, а во втором дикое притяжение. Понимаешь, что тебя притягивает сейчас абьюзер, абьюзерские со-зависимые отношения. Тебя нахер посылают, да, и говорят тебе, слышь, ты мне расписание своего дня дай, а я тебе расскажу, где я. То есть, по сути, он завуалированно относится к тебе с неуважением и унижением, а ты на это ведешься, тебя это притягивает. Как поступить, чтобы вывести это в баланс, а именно немного присмирись первого ухажера и активировать второго? Меняй ухажеров, это абьюзеры, нахера тебе их менять? Ну, типа, нахера тебе менять то, какой он человек, поменяя его на нормального человека? На данный момент это говорит о том, что ты притягиваешь в свою жизнь абьюзеров, тебе они нравятся и ты их себе привлекаешь. Когда на меня смотрит или улыбается мужчина, то я отворачиваюсь и делаю вид, что не увидела. Если вижу привлекательного фана, то стараюсь не смотреть на него и вообще стесняюсь показывать свой интерес. Стараюсь перебороть себя, но иногда могу улыбнуться, но не знаю, как вести себя дальше, с чего начать, как побороться этот страх. А чего ты боишься? Копай в себя, смотри в свои страхи в глаза. Скажи, окей, а чего конкретно я боюсь? Главное сейчас, да, маленький, терапевтический каучинг-момент, не защищайся. Ты написала, как перебороть этот страх. Привет, Соня. Когда, ну, страх, стеснение, ты зажимаешься, да, ты отворачиваешься, ты не хочешь это принимать. Первое, чаще всего, это если нам в детстве наговорили, что все мужчины козлы, все хотят себя только использовать, либо ты на самом деле где-то в клубе улыбнулась парню, а, а, меня не боишься. Хорошо. Молодец. Знаешь, когда я в клубе, например, улыбнулась парню, а он оказался пьяное говно, который пошел, типа, о, баба хочет со мной секс, и пошел тебя там зажимать, знаешь. То есть иногда, когда нас, мужчины к нам некорректно обращались в жизни, причем, давайте будем откровенно, со всеми это бывало, чмошники попадались, ну, как бы всем наверняка, хоть как-то, хоть где-то в детстве, в юности, в молодости, у нас еще мужчины некорректно себя ведут, очень часто, к сожалению. И это нас начинает запугивать, нам кажется, что, окей, если я улыбну, это уже подсознательный страх, то есть ты неосознанно об этом думаешь, нужно думать, да, чего ты боишься, то есть, типа, окей, может быть, у меня подсознательный страх, что, не знаю, у меня будет сексуальное насилие, да, может быть, у меня подсознательный страх, что он сразу подойдет и будет со мной общаться, я не готова общаться, потому что я боюсь именно разговаривать с мужчинами, да, и если я ему скажу там, ну, улыбнусь, он сразу подойдет, знакомится, а я не знаю, что делать дальше, то есть копай дальше, копай в свой страх, скажи, окей, я боюсь улыбаться мужчинами, когда они улыбаются на меня, я закрываюсь, почему? Может быть, потому что когда-то со мной некорректно обращались в мужчин, это не значит, что, то есть осознай свой страх, проработай его, думаешь, может быть, я боюсь, что за этим последует, да, что за этим может последовать, ну, скорее всего, да, ты боишься, что за этим последует, общение, насилие, флирт, попросить телефон, а ты не знаешь, как сказать нет, да, не умение говорить нет, конкретно говори, какое последствие этого поступка тебя пугает, то есть ты боишься не самого, не самой улыбки и взгляда, а последствия этого поступка, попробуй понять, да, а что может самое, что самое страшное, попробуй выписать, что самое страшное, что может случиться, и просто 25, 25 последствий, 25 последствий, что самое страшное, что может случиться, если на меня посмотрит мужчина, если я с ним заговариваю, Если я с ним познакомлюсь И так далее И когда вы пропишете все, что самое страшное Может с вами случиться Как последствие этого поступка Напишите ваше решение На каждое из этих действий Ну ок, но он подойдет знакомиться Что в этом страшного? А что самое страшное может случиться, если он подойдет познакомиться? Он мне не понравится Хорошо, а что здесь самое страшное, что может случиться? Мне придется сказать ему нет Ну ок, ну скажи ему нет научись говорить нет научись говорить да когда ты копаешь вот а дальше что а дальше что и что дальше и копаешь вот в третье пятое десятое звено от первой мысли мне было мне стало страшно ты такая вообще до сути понимаешь что а у страха глаза велики а на самом деле там ничего страшного нет понимаешь и